всем привет в этом видео поговорим о той сборке которую купил для тестов на платформе x79 есть у меня там небольшие шорсы как вы уже видели есть даже шорс набрал он который 20000 там 200 комментариев и все только и пишут что бомба взрыв что за китайское барахло и так далее скорее какой-то взрыв производительности и унижения компов за 20000 ну скорее все это так что же могу сказать сразу могу сказать что я особо не советую данную сборку она взята была для тестов почему потому что добавьте лучше там 34 тысячи возьмите сборку на x99 если все-таки на зеоне собираете процессор на уже в 4 на более свежей архитектуре и так далее но что же касается этой сборки она стоит как видим 4000 но прибавляйте к нее доставку 1200 то есть она стоит около пяти с половиной проверка была для того мне было интересно что сейчас может ddr3 двухканале 16 гигабайт и что сейчас может процессор в 2 которые уже многие позабыли на иного 2 сейчас уже в 4 в 3 тонн может 2650 то есть и на мое удивление этот процессор вполне тянет игры 22 23 года то есть он прекрасно работает там браузере там 4к и даже 8к запускалась с тормозами то есть то что не могут наверно сборки на авито там за 15-20 тысяч это факт почему как бы ее не советую по данной фирме вообще понимания нет вы джей джей дз это не кино на ней то есть скорее всего они заказывают текстолит на каком-то крупной фабрике то есть мы знаем что вообще есть крупные заводы которые соберут любую тебе электронику любую плату спаяют на своих станках делаете им тех задания они ее поят на не примерно имеют схему тех заданий отправляют и типа я этом платы допустим под икс 79-2011 сокет причем они могут по тех заданию закупить и кое задание чтобы делались максимально дешевых компонентов и так далее более брендовые фирмы могут либо имеет станки сами использовать более качественные компоненты либо могут также заказывать но уже использовать какие-то там более качественные mosfet и smd компоненты и так далее вот так это чаще всего работает что же по данной плате во первых я взял для теста я вообще думал запуститься не запуститься брал ее вообще с волсберис что решил протестить данную площадку по зону будет отдельное видео не советую очень сложные проблемы с возвратом как их решать пока непонятно то есть там все через одно место что же по это платье во первых я запустил все запустил с первого раза во вторых пришла уже вся в собранные планки памяти процессор все стояла запустил на сто процентов надеялся что будет греться в рм но думает ну четыре тысячи но вряд ли там нормально это нагрузил до сотки но тест можете посмотреть там тоже есть температуры тоже при 100 процентах там давайте глянем переходим в раздел бенч нажимаем стресс кпу как видим процессор у нас на сто процентов подождем буквально пару минут за это время уже хорошо прогреется мы можем посмотреть режиме онлайн как у нас поднимается сейчас температура процессора сейчас она составляет 36 градусов а вот она уже думаю нам покажет совсем другие результаты хотя очень странно показала 50 градусов я ожидал больше 70 ствм тоже показали довольно нормальные температуры будем я думал что там температуры будет и 70 80 и думал радиатор чё попало и в р.м. тоже нормально то есть рай если даже какие-то но на нем фирмы делают что-то более менее рабочие запускающиеся не сильно греется есть вероятность что это все проработает у меня интерес есть к этому сколько это проработает погонять его в тестах в играх допустим я уже запускал в разных играх меня удивило что запускает вот допустим давайте запустим атоме хард вот сами видите 56 fps считается одна из сложных и самых нагруженных сцен в томиха мы знаем что игра супер оптимизированы что многие может быть напишут что в коридорного типа и там много fps может даже выходить на слабых компьютерах это факт да это одна из самых тяжелых и нагруженных сцен процессор за 700 рублей которому давайте посмотрим сколько лет данному процессору больших 50 в 2 я не то что топлю за зеону хочу просто показать что все-таки профессиональные процессора даже имеющие зеон это такие профессиональные процессоры которые имеют даже такой солидный срок более 10 лет до 10 лет назад этому процессу 10 лет и он тянет игры 2023 года да причем если посмотрим то купил у нас нагружен там на 32 процента давайте посмотрим настройки качество среднее давайте он высокий ему поставим меня это удивило да то есть если мы сейчас запустим допустим вы купите процессор за тысячу или полторы с авито это будет скорее всего что-то там третьего четвертого поколения intel но это вряд ли будет что-то играбельно но вот видите даже 30 40 fps все идет плавно без рывков конечно да на высоких уже ему тяжело но мы сейчас тестим процессор за 700 рублей память ddr3 я вообще не надеялся что данный процессор особо что-то потянет но кстати был удивлен ладно давайте выйдем с этой сцены и попробуем запустить какие-нибудь другие игры по сравнению если синтетику сравнить то это что-то рядом с восьмым поколением третьим что ли давайте еще раз сделаем тест кпузет точно не могу вспомнить вот если где-то вам он по супер распродаже достался или где-то советок купите за 2 копейки и вам нужен просто рабочая машина там в гараж куда-нибудь чтобы чисто запустить музыку посмотреть в интернете информацию там если часто кто в гараже занимается ремонтами то я думаю данный компьютер за 5000 вообще на фанеру можно собрать без корпуса и пользоваться так что здесь я не вижу каких проблем если он еще вам особо дешево достанется давайте возьмем райзен 5600 до относительно неплохой 6 ядер 12 ну и видим что они практически одинаковы в однопотоке но сейчас обойдет это сто процентов потому что все таки частоты на одно ядро решают но если возьмем много поток то видим что это райзен 1600 и давайте ради интереса посмотрим сколько он стоит избавайте к нему еще платформу m4 вам надо будет мать купить которая я думаю не две копейки стоит а тут вся сборка за 4000 то есть сам процессор трешка до материнка на m4 вам обойдется там не дешевле 3 совет это уже 6000 и две планки памяти там за полторы да то есть уже семь с половиной ну конечно 3000 небольшая разница то есть кому нужен райзен ради бога давайте продолжим тест в другой игре запустим допустим многие говорили что на этом процессоре кс-2 тормозит при частоте кадров меньше 100 fps вообще идут лаги сейчас я уже обновила кс-2 как видите сейчас 107 fps напоминаю сборка 5000 переходим в изображение настройки как видим у нас сейчас высокие настройки поставим очень высокий и поставим очень низкий чуть позже посмотрим сколько выдаст fps естественно данную приставку очень удобно использовать для каких-то онлайн игр они не особо требовательны и и в принципе вполне хватит для более каких-то мощных игр допустим уже 24 года которые вот были нашумевшие я думаю там уже фпс будет просадки ниже 40 и не факт что она что-то пойдет но чтобы это уже точно сказать надо их все-таки устанавливать и тестить я считаю это в принципе неплохой результат для компьютера сборки 5000 видеокарты 5000 то есть условно комп с десятку не считая там блока питания и создает который выдает у нас 77 fps на ультравысоких настройках никаких лаганий нет никаких провисаний нет как видите никаких лаганий нет ps ровный все идеально если честно меня данный процессор довольно-таки удивляет их 79 модели 3 еще самый бюджетный процессор за 800 рублей и выдает такие отличные результаты давайте сейчас придем в низкие настройки посмотрим сколько выдаст но я могу сказать что там скорее разница будет небольшая придем в низкие настройки странное что у нас фпс упал сейчас возможно это обновление чего хотя нет вот было там до 90 фпсов ну как видим особо фпс не применялся на низких настройках вот местами поднялся там до 90 но в активных сценах он также 70 80 есть даже выше 100 110 до фпс однозначно поднялся есть такая особенность на зионе когда запускаешь на нем допустим к ску спустя какое-то время по какой-то причине нужно там облагаться какое-то время а потом вроде все стабилизируется да на супер низких настройках я особо разницы не вижу давайте поставим средние действительно будет увеличение фпс возможно будет также увеличение фпс без особо ухудшения графики нет ну короче можно считать около 70 80 фпс максимум до 90 спокойно выдает довольно все стабильно варки странного посмотреть на фпс он доволен довольно пилообразный пошел да особо разницы фпс при изменении нет потому что все таки у нас бюджетная видеокарта я думаю тут большой прирост фпс вы не получите если будете изменять то связано с тем что все таки у процессора не самые высокие частоты но прекрасно справляется 70 80 фпс все плавно и хорошо давайте перейдем сейчас другую игру запустим танки и посмотрим сколько фпс в разных настройках выдаст также поставим там утравысокие настройки и низкие но особо низкие стоит тоже не будем потому что я думаю не совсем будет комфортно в этих настройках играть если у кого то есть данные сборки есть другие игры напишите сколько фпс в каких играх он выдает на этих комментариях можно будет уже ориентироваться и понимать на что способен данный компьютер компьютер конечно супер бюджет спору нет но мы прекрасно понимаем что на 2650 в 2 можно неплохо работать в принципе какие-то рабочие моменты он будет справляться из-за большого количества ядер так как все таки он зеон для игр как видите он тоже прекрасно подходит так что в принципе мы получаем неплохую сборку за низкую стоимость я считаю что тест удался осталось только проверить его долговечность так как данная карта куплено какой-то но на им фирмы ни хуана же не кида данная плата скорее всего сделана каким-то но на им брендом просто по заказу но если это сборка проработает больше года я считаю она стоит своих 5000 на сто процентов потому что думаю в авито если поищите за 5000 сборку ну разве что на fx 400 вы купите или на какой-нибудь аль третьем там 2 300 или еще чем-то старом не забываем что я одновременно записываю видео с экрана это тоже немножко снимает часть fps то что если вы будете на данной сборке запускать игры вот которые я щас демонстрирую я думаю количество fps вас будет чуть чуть побольше ну буквально на 5 на 10 потому что все-таки какую-то часть ресурсов съедает данная программа записи с экрана сразу перейдем настройки посмотрим какие настройки графики у нас сейчас стоит ультра sd hd не стал ставить то есть нет на это времени но я думаю там ультра уж большой разницы не будет так что пока проверим на ультра sd и проверим потом на средних на низкий минимум проверять нет смысла то что на низких и на минимум практически там на встроенные графики даже можно запустить нас больше интересует по какие-то более адекватные настройки ультра те кто любит там качество графики получше средний те кто неприхотливый я часто вообще запускал то игру на средних и особо разницы едем ультра высоких мы получаем 75 76 fps в принципе что неплохой результат 85 на процессоре за 700 рублей я думаю для тех кто допустим просто хочет поиграть в танки и купить компьютер за 10000 достаточно купить 580 совета там за 45 тысяч эту сборку прикрутить это все к фанере найти обязательно ксас на 700 ватт который мне все советуют и у них будет супер сборка за 10000 ну как видим даже 92 fps получается конечно от разных карт тоже будет зависит мы можем сказать от 70 до 90 fps давайте сейчас переключим настройки графики и поставим среднее как видим уже здесь получаем 150 130 fps ну округлим сделаем от 100 до 130 среднее видим 115 да то есть просадки видели было из 100 до 109 и максимально как видим есть до 150 то есть 120 fps до относительно что неплохой результат для данного процессора и для этой памяти не забывайте что здесь все-таки ddr3 не ddr4 потому что некоторые писали что уже давно надо быть на ddr5 что я вообще считаю пока не оправданным тратой денег потому что разница между ddr5 ddr4 там нет и ну если конечно есть средства позволяет конечно берите максимально свежее и современное железо все можно думаю выйти с игры на этом я думаю можно этот коротенький обзор закончить и если будет возможность может быть другие какие-то игры буду запускать на данной сборке а на этом видео заканчиваю все спасибо